Всем здорово, чуваки! Вы на канале Мишаря, меня зовут Сергей. Я думаю, многие из вас когда-либо снимали видео хотя бы на телефон. Бывало такое, что вы снимаете с рук, кадр немножко трясется, и вы после этого закидываете на монтаж это видео, чтобы его отстабилизировать, чтобы видео было более плавным. Так вот, сегодня речь пойдет про Warp Stabilizer, который уже встроен в Adobe Premiere Pro, как вы знаете. Но я на днях подумал, а почему бы этот стабилизатор не использовать как эффект? То есть его использовать не для того, чтобы видео сделать более плавным и менее дергающимся, а его использовать именно как что-то необычное, что-то дополняющее, например, для какого-либо клипа. Возможно, вы немножко запутались, но давайте перейдем в Adobe Premiere, и я вам все наглядно покажу. Итак, на таймлайн я закинул уже вот такое вот трехсекундное видео, где какой-то рэпер читает рэпчик. Это видео 4К, а композиция у меня Full HD, поэтому давайте уменьшим скейл этого видео примерно вот так. И вот так это видео выглядит. Как вы видите, картинка довольно стабильная, но нам сейчас нужно искусственно сделать так, чтобы это видео было максимально дергающимися так, чтобы Warp Stabilizer впоследствии сделал из него желе. Для этого мы делаем что? Ставим ключик на позицию, переходим там, не знаю, на 5 кадров вперед, и вот так вот его дергаем сюда, переходим, дергаем сюда, переходим, дергаем вот так, дергаем вот так, вот так. То есть создаем искусственную тряску максимально, насколько это возможно. Не смотрите сейчас на черные края внизу и справа, где-то слева и так далее. Далее мы будем чуть-чуть скейлиться для того, чтобы этого не было. Все, ключи я расставил, давайте смотрим, как это сейчас выглядит. Вот такой вот интересный кадр получается. И этого, к сожалению, сейчас недостаточно, потому что если мы накинем сейчас Warp Stabilizer, он отстабилизирует все равно это видео. Давайте наглядно посмотрим. Кидаем это видео в Nest, то есть в отдельную композицию, и накидываем на него Warp Stabilizer. После того, как все просчиталось, мы можем видеть, что действительно стабилизация сработала. Очень даже неплохо. Поэтому удаляем Warp Stabilizer, и теперь ищем эффект под названием Basic 3D. Заходим в Nest, и перетаскиваем Basic 3D на исходник видео. После чего ставим ключики на Swivel и Tilt, можно и Distance тоже. Будет очень прикольно, если мы здесь галочку поставим, и у нас будут засветы. Как вы можете видеть, вот они, вот такие вот блики. Это, я думаю, очень даже добавит нам какого-то интересного эффекта. И теперь точно так же переходим на несколько кадров вперед, и просто вот так вот по-всякому крутим наше видео, вообще в рандомном порядке. Как-нибудь так, так, так. Итак, как видите, все ключи мы расставили. Давайте посмотрим, как это сейчас выглядит. Вот теперь я думаю, что Warp Stabilizer будет гораздо сложнее, и точно мы получим эффект джеле, который мы так жаждем увидеть. Поэтому давайте накинем стабилизацию. Опять переходим в первую секвенцию, где у нас уже это видео в Nest, и опять здесь пишем в поиске Warp. Накидываем, и ждем. Warp Stabilizer, конечно, тяжеловато в таком случае стабилизировать видео, но ничего страшного, чуть-чуть подольше будет обработка, точнее, анализация этого видеоролика, чем обычно, но сейчас мы дождемся и увидим результат. Итак, у нас все просчиталось, и появились сверху и снизу такие черные полосы, но это потому, что у нас сила стабилизации стоит на 50%, поэтому давайте процентов 30 поставим. Вот так, отлично. Как видите, полос нет. Давайте все-таки посмотрим, что в итоге у нас получилось. Вот оно, вот. Вот этот эффект мы и добивались. Не стоит видео сейчас выключать, потому что это еще не все. Мы не пришли к конечному результату, это только половина дела. Давайте расскажу, что мы будем делать дальше. Я немножко косичнул, потому что изначально нужно было продублировать видео, и вот это верхнее видео надо было, или нижнее, неважно, закидывать в Nest и делать все манипуляции, которые мы делали. Поэтому я захожу в композицию, копирую это видео и вставляю сюда. Но здесь, в этом видео, я просто уберу все вот эти ключи, PASIC 3D, и теперь у нас сверху обычное видео, исходник, который мы изначально закидывали в премьер, а снизу у нас остается тот Nest с эффектом вот этим желе, и выглядит довольно-таки неплохо. Поэтому что мы сейчас делаем с верхним видео? Мы, получается, создаем маску, прям грубую можно маску создать, фит можно где-то 25% поставить, чтобы удобнее было маску рисовать за гранями этой композиции. И вот так вот прям грубо обводим. Нижнее видео можно пока выключить. И теперь ставим ключик на MaskPath вот здесь, для того, чтобы мы могли анимировать эту маску. Примерно там через каждые 5 кадров, например, мы можем это делать. И вот так вот как бы вырезаем, можно сказать, человека на видео. Такой прям грубый-грубый ротоскопинг у нас получается, можно сказать. И в остальном мы будем делать то же самое. Итак, у нас все готово. Давайте посмотрим, как выглядит то, что мы сейчас сделали. Вырезали маской. Ну, примерно вот так вот. Далее, при помощи вкладочки Mask Feeder мы размываем маску. Примерно вот так. И это смотрится вот так вот. Да, как бы грубо. Это не прям ротоскопинг. Но нам этого достаточно. Это был самый сложный этап этого эффекта, поэтому едем дальше. Осталось совсем немного. Включаем теперь нижний слой. И как мы можем видеть, пока что у нас эффект выглядит вот так. Но мы подгоняем сейчас вот это верхнее видео с маской. Примерно вот так. И будем анимировать сейчас позицию. Потому что у нижнего слоя, как вы помните, мы меняли позицию постоянно. Сейчас так примерно будем подгонять. И так же можно еще ключик на скейл поставить. Потому что местами он увеличивается, этот парень. И мы можем немножечко скейлом еще поиграться. Ну, я думаю, достаточно. После всего этого верхнее видео кидаем опять в Nest. И накидываем на этот Nest Drop Shadow. То есть этот эффект, который дает нам тени за этим персонажем. То есть если мы 100% Opacity поставим. Включая-выключая этот эффект, вы можете видеть, как за персонажем появляется тень. Оставляем ее. Distance убираем на 0. И Softness делаем где-то, ну, пускай будет 200. И еще раз копируем Ctrl-C и вставляем Ctrl-V. Этот же эффект для того, чтобы тень была более видна. А на нижний слой мы можем накинуть во вкладке Video Effects. Заходим в Impressive Video. И находим тут эффект под названием Wear Glow. Накидываем на нижний слой. И меняем параметры. Такие как Luma Threshold. Уменьшаем его. Тем самым мы видим свечение, которое появляется у нас на нижнем слое. Ну, примерно вот так. И Glow Radius. Также изменяем. Делаем свечение более размытым. Либо наоборот. Примерно до 300. Ну и где-то вот так вот что-то получается. Давайте на верхнем слое мы цвет Drop Shadow поменяем. Не знаю, там на красный, например. Или что-то на желтый. Нет, давайте, наверное, белый оставим. И голубенький такой. Опа. Даже Opacity можно процентов 50 на каждый эффект. И даже немножко softness еще увеличить до 350 примерно. После чего мы получаем такой эффект, когда персонаж у нас более стабильный, такой плавный. То есть на него приятно смотреть, потому что он сам не трясется. А фон у нас как раз такой желеобразный. Постоянно как-то вот так вот дергается. И я думаю, для клипов это будет очень даже прикольно. И по итогу мы получаем вот такой интересный эффект, когда персонаж у нас нормальный, а фон у нас желеобразный. Весь как-то искажается, перспектива как-то теряется. Я считаю, очень даже прикольно. Ну а что думаете вы? Как вам мой импровизированный эффект, так скажем? То есть я его придумал у себя в голове. И я действительно не видел, чтобы что-то похожее делали. И чтобы именно Warp Stabilizer использовали как эффект для какого-то клипа, например. Я думаю, это очень даже интересная штука. Стабилизацию в Premiere теперь можно не только использовать для стабилизации, но и для какого-то креативного дополнения к вашим работам. Если вам придуманный мной эффект понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, также ссылка в описании. И всем пока!